Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире творческая мастерская на ОТВ и с вами Полина Бахова. На дворе стоят крещенские морозы, поэтому одеваться нужно тепло. И сегодня в нашей программе я покажу, как быстро скроить и сшить теплое платье. Для этого мы используем ткань, которая называется футер. Она вот такая теплая изнутри и разного цвета снаружи. Я взяла цвет очень модный, который называется чайная роза или пудровый. Для того, чтобы раскроить любую вещь, нужно обязательно снять мерки. Для нашей с вами модели нужно всего несколько мерок, и они максимально простые. Во-первых, нам нужно узнать длину нашего изделия. Я решила сделать не просто платье, а платье-толстовку. Поэтому мы измеряем длину, необходимую для нас. Это 116 см у меня получилось. Затем нам обязательно нужен обхват груди. У нас 84 см, но так как у нас платье необычное, оно будет свободного кроя на разные типы фигуры. Поэтому делаем прибавки, чтобы оно было максимально широкое и свободное. У нас получается 52 см нужно будет отложить. И нам нужен обязательно рукав. Длину рукава мы можем измерить самостоятельно, каждый сам себе, потому что длина ручки у всех разная. У нас длина рукава получается 52 см. Причем измеряем мы не от самого плеча, как обычно это делается, а немножечко приспустив, потому что платье, опять же, свободное. И будет спущенный рукав. Итак, длина рукава 52 см. Начинаем кроить прямо на ткани. Для теплого платья используем, соответственно, теплую ткань. Она у нас вот с таким начесом изнутри. И сначала мы кроим основную нашу деталь. Это спинку и перед. Складываем ткань вдвое. Обязательно кроим вдоль кромочной части. И получается у нас из одной части будет выкроена спинка, из другой части будет выкроен перед изделия. Складываем ткань пополам. Выкладываем ее максимально ровно. Здесь на сгибе у нас будет середина. И от середины мы откладываем все необходимые нам мерки. Итак, для начала длину изделия. Отмеряем. От начала у нас 116 см. Сантиметров и сделаем пару сантиметров на подгибку. Получается 118 см. Так, и можем сразу же отрезать, чтобы нам удобно было кроить не со всего рулона. Сразу все части. И будем работать уже с прямоугольником, который у нас получится. Итак, еще раз, 118 см. 118 см. Откладываем. И вырезаем ровный прямоугольник. Ткань толстая я для удобства буду отрезать специальным раскроечным ножом. Это, конечно, можно делать ножницами, но для этого потребуются небольшие усилия. Итак, нам нужно, чтобы у нас было два отдельных прямоугольника, чтобы удобнее было кроить. Поэтому отрез делится пополам. По всей длине. Длина ровненькая. Так, и теперь смело из каждого куска нам нужно отметить горловину, плечи и проймы для рукавов. В принципе, это вся необходимая выкройка будет у нас. Для горловины отмеряем 10 см. Это стандартная величина. И он у нас напереди более глубокий, чем на спинке. И рисуем смело полукруг. Затем мы отмеряем ширину груди, которую мы с вами измерили. У нас это получается 40 см. Делаем платье широкое. Так, соединяем. По всей длине. И сразу же здесь мы сейчас вырежем плечевой скос. Он делается совершенно небольшой на этой модели, потому что платье свободное. По фигуре оно не должно прилегать. И небольшой, опять же, небольшой пройму для рукава. Почему? Потому что у нас будет приспущенный рукав. У нас получается ширина рукава 40 см. Тогда пройму мы возьмем в половину меньше, плюс небольшие припуски. Дальше мы также продолжаем по всей длине. И вырезаем то, что получилось с помощью ножниц. Если это мелкие какие-то детали. Продольные полосы можно вырезать ножом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, деталь перед изделием у нас готова. Мы можем ее использовать, чтобы сделать выкройку спинки. Для этого также раскладываем второй кусок ткани прямоугольной формы. Прикладываем готовую выкройку. Спинка у нас точно такая же будет, только с небольшой особенностью на горловине. Горловина у нас будет чуть меньше на спине. Плечевой скос для проймы рукава. И также такая же будет ширина. Так, выкройка спинки тоже готова. Вырезаем. И по всей длине. Итак, основная часть для платья готова. Теперь нам нужно выкроить рукава. Сразу складываем ткань вдвое, чтобы у нас получилось сразу же две детали. Ширина, обхват плеча у нас 40. Делаем прибавки, небольшие прибавки на швы. И получается у нас чуть-чуть больше. Давайте возьмем 44 сантиметра на рукав. Также вырезаем прямоугольник для рукава сначала. 44. Кромочную часть мы отрежем. Поэтому мы ее не используем. Так. И берем длину рукава. Она у нас 52 сантиметра. И опять же возьмем с небольшой прибавкой на выпуски 55. 55. Вот у нас получается. Из этих двух деталей будет скроен рукав. Делаем эту часть пополам. И делаем небольшой произвольный скос для проймы. Ткань тянется, поэтому она ложится очень хорошо. Так. Все. Больше никаких заужений книзу. Ничего мы делать не будем, потому что все будет собрано на манжет, на резинку. И будут очень красивые складки. Теперь вырезаем. И отрезаем ненужную нам кромку. Теперь, чтобы процесс ускорить, мы складываем рукав вдвое. И делаем пройму. Рукава готовы. Спинка и перед готов. И очень важная часть у любой толстовки, и так как у нас платье толстовка, это капюшон. Всегда у таких изделий большой, красивый, такой богатый капюшон должен быть. Для этого мы берем ткань даже не в два раза, а в четыре. И вырезаем форму капюшона абсолютно произвольно. Опять же, измерив, предварительно сняв мерки, он будет вот такой вот формы. А кромлый. В форме квадрата. Так, у нас получается капюшон будет шириной 30 сантиметров. Так, и в длину 40 сантиметров. Вырезаем сначала квадрат, а потом сделаем произвольный полукруг. Получается, у нас капюшон состоит из верхней части и внутренней части. Это у нас будет одна часть капюшона. Делаем полукруг. Вырезаем. И нам нужна точно такая же вторая часть. Обводим. Вырезаем. У нас все необходимые детали для нашего платья готовы. Теперь остается просто соединить их. И для этого мы используем всего одну машинку, которая называется Аверлок. Итак, наши детали готовы. И стачиваем мы любое изделие, начиная с плечевого шва. Сначала соединяем плечевые швы, затем втачиваем рукав и только потом соединяем боковой шов. Соединяем две детали перед и спинку. И поехали. Теперь рукава в пройму. Можно соединить булавочками. Вначале, в конце и в середине, чтобы ткань не сместилась. Теперь осталось соединить всего два боковых шва. Итак, основа платья готова. Займемся капюшоном. Соединяем две выкроенных детали между собой. Вот такой двойной капюшон получается. Выворачиваем. И нам нужно втачать его в нашу пройму. Здесь обязательно нужно соединить булавками в нескольких местах в плечах, чтобы он у нас хорошо вышел. И так, наше платье спортивное готово. Шикарно двойным капюшоном, теплое. И нам осталось обработать низ изделия. Можно просто в подгибку или оверлоком можно сделать кантик. И также рукава. Рукава специально я вырезала широкие, чтобы сделать вот такие вот красивые склады. Сейчас рукава фонарики, пышные рукава, широкие. Очень модно. Поэтому мы делаем защипы. Соединяем иголкой. Можно прострочить. И вырезаем окантовку. Окантовка также может быть разная. Может быть из этой же ткани. Или из специального трикотажа, который называется кулирка. У нас можно использовать остатки ткани, которые остались от выкройки. Складываем их вдвое. Измеряем по ширине нашего запястья. И вот у нас будут два манжета. Точно такой же второй. Соединяем между собой их. Мы сделали сами манжеты. Пристрачиваем манжеты к рукавам. Точно так же, как капюшон. И у нас получилась вот такая красивая складка на рукаве. Ну что, платье готово. Можно примерить. Итак, вот платье. Теплое в виде толстовки. У нас готово. Дальше можно уже пофантазировать. Можно оформить какой-то карман. Можно ставить шнуровку. Какие-то сейчас большие, крупные веревки декоративные есть. Капюшон. И ваше платье будет самое креативное, неповторимое. А главное, теплое. Шейте вместе с нами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok